В течение среднего и позднего плейстоцена несколько человеческих линий, очевидно на уровне видов, сосуществовали с сапиенсами в Африке и Евразии. Эти вымершие представители рода людей включают Гейдельбергского, Родезийского человека, Наледи, Человека-Флоресского, Человека-Лусонского, Денисовцев, Неандертальцев и Оректусов. Филогенетическая связь между этими сосуществовавшими линиями и современными людьми давно обсуждается. И вот в нескольких научных статьях описан новый вид людей из Восточной Азии со своей уникальной историей эволюции. А в самом конце очень коротко упомяну и о находке из Израиля, она тоже многим интересна, но к сожалению само исследование закрытого типа. Череп, о котором сообщается в нескольких работах, предположительно был обнаружен ещё в 1933 году. Китаец, имя которого не разглашается, работавший в качестве подрядчика на японскую власть во время оккупации Харбина японской императорской армией, обнаружил череп, когда команда его рабочих строила мост Дуньзянь недалеко от города Харбин на северо-востоке Китая. Вероятно, в свете того, что за несколько лет до этого находка в 1929 году черепа синантропа или пекинского человека вызвала огромный интерес, китаец, осознавая потенциальную ценность открытия, вместо того, чтобы передать череп своему японскому боссу, закопал его в заброшенном колодце. Кстати, это традиционный китайский метод сокрытия сокровищ. После создания Китайской Народной Республики, этот человек вернулся к сельскому хозяйству и сделал все возможное, чтобы скрыть свой опыт работы на японских захватчиков в качестве подрядчика. В связи с жизненными обстоятельствами у этого человека не было возможности раскопать свое тайное сокровище. Таким образом, череп оставался неизвестным общественности и науке в течение более 80 лет. И только перед смертью китайца его потомки узнали о тайном открытии своего предка и откопали окаменелость в 2018 году. Один из авторов статей Цянь Цзи узнал о черепе и успешно убедил семью пожертвовать образец в музее Хэбэйского университета наук о земле. Результаты исследований После некоторых анализов авторы новых работ предложили признать обладателя харбинского черепа представителем нового вида людей, а именно Хома Лонги. Наименование вида происходит от провинции Хэй-Луньцзян и буквально означает «человек реки дракона» китайское название Амура. Проверка первоначального места находки и датировка Поскольку сама находка черепа вызывает массу вопросов и сомнений, авторы проверили соответствие частичек на черепе с отложениями в районе моста Дуньцзянь. При помощи неразрушающего рентген-флюоресцентного анализа харбинской находки и ряда окаменелостей млекопитающих, собранных из плейстоценовых отложений в районе Харбина, было показано, что черепы, собранные окаменелости харбинских млекопитающих, вероятно, были захоронены и окаменели в одной и той же среде. Это же показало и соотношение редкоземельных элементов. Помимо этого, образцы отложений из носовой полости харбинского черепа и эскерного моста совпали по соотношению изотопов стронция. Оптически стимулируемое люминесцентное датирование слоя дало диапазон от 138 до 309 тыс. лет. При этом после прямого датирования самого черепа по урановым сериям авторы установили минимальный возраст в 146 тыс. лет, помещая человека из харбина в средний плейстоцен. Рядом с щелестью из Сяхэ на северо-востоке Тибетского Нагорья возрастом около 160 тыс. лет, останками из Чиньюшан возрастом около 200 тыс. лет или более, черепом из Дали провинции Шэньси возрастом 327-240 тыс. лет и фрагментами черепа из пещеры Хуалундун возрастом 345-265 тыс. лет. В эти возрастные рамки также вписываются ранние сапиенсы Африки и Ближнего Востока. Кстати, новая находка из Израиля немного моложе по возрасту. Описание и филогенетическое положение Харбинский череп не деформирован и почти не поврежден, хотя и с единственным большим сохранившимся зубом – вторым маляром. Череп довольно крупный, его внутренний объем оценивается около 1420 см3, попадая в диапазон сапиенсов и неандертальцев, но превышая объем других представителей рода людей, таких как эректусы, наледи, человек флоресский и даже некоторых представителей гейдербергского родезийского человека. Череп явно архаичный, относительно длинный, низкий и менее округлый, чем у современных людей. Лобная кость отступает, а теменная равномерно изогнута. В принципе, череп довольно объемно описан, но учитывая, что смотреть обзор будут не специалисты, я пожалуй опущу описательную часть с кучей терминов и сразу перейду к его сравнению с другими древними евразийскими черепами, которая выполнена по сотням признаков. Обширный филогенетический анализ поддерживает монофилию или происхождение всех представителей таксона от одного общего предка для неандертальцев и монофилию для сапиенсов. Образец джебель-архут-1 из Марокко образует самую базальную операционную таксономическую единицу на ветви к Homo sapiens. А череп из Сима-де-Лос-Уэса из Испании представляет самую базальную операционную таксономическую единицу на ветви к неандертальцам, что согласуется и с другими современными исследованиями. Новый образец из Харбина и нижняя челюсть Ся-Хе группируются вместе, а совместно с образцами Дали, Хуалундун, Чинь-Юшан, частичным черепом человека-предшественника, верхней челюстью из Рабатов Марокко и черепом Элиес-Принсх-Кении образуют отдельную монофилитическую группу, сестринскую к сапиенсам. Кстати, очередной раз напоминаю, что для понимания сказанного лучше всего смотреть на графику. Примечательно, что по челюсти из Ся-Хе, благодаря протеомному анализу белка, было определено, что ее обладатель был тесно связан с денисовцами из Алтайской пещеры Homo sapiens alteensis или просто Homo alteensis. Вдобавок, единственный сохранившийся зуб Харбинского человека также соответствует известным денисовским коренным зубам по размеру и морфологии корня. А с момента открытия денисовцев, азиатские образцы среднего плейстоцена, такие как Дали, Чиннюшан и Суидзияо предположительно представляют восточно-азиатскую популяцию денисовцев. Но, как и упоминается авторами работы, новые образцы и анализ ДНК могут прояснить ситуацию в будущем. Однако здесь назревает вопрос, как будут называться денисовцы и эта находка, если эта связь подтвердится. Кстати, по биогеографическим моделям, ареал предкового распространения Homo longi, Дали, Чиннюшан, Сяхэ и Хуолундун скорее всего находится в Азии, а область предков клады Харбинса и Сапиенсов скорее всего находится в Африке, что в очередную раз подтверждает идею о том, что Африка является центром происхождения Homo sapiens. Реконструкция внешности Параметры Харбинского черепа позволяют предположить, что он, вероятно, был мужчиной. Особенности строения для стандартов Сапиенсов указывают на возраст в 50 лет, но износ зубов свидетельствует о более молодом возрасте. На единственном сохранившемся маляре все еще присутствует большая часть эмали. Он был с глубоко посаженными глазами и выпуклым носом. Расширенная околоносовая область и относительно выступающая средняя часть лица сочетаются с плоскими и короткими щеками, как у современных людей. А следы от зубов свидетельствуют о том, что у человека, вероятно, были довольно большие передние зубы и широкий рот. И хотя нижняя челюсть у Homo longi отсутствует, согласно филогенетическому анализу он близок к обладателю челюсти Сяхе, вероятному представителю денисовцев из пещеры Байшия. Поэтому авторы дополнили облик древнего жителя челюстью без подбородка, как у челюсти с тибетского плато. Тон кожи и цвет волос без генетических анализов трудно восстановить. Но доступные данные предполагают, что неандертальцы, денисовцы и ранние сапиенсы обычно имели относительно темную кожу, как и цвет волос и глаз. Но учитывая высокую широту происхождения харбинского черепа, авторы реконструкции решили сделать кожу менее темной. А в заключении можно сказать, что череп из харбина, при этом не важно, как его ученые назовут в будущем, на данный момент является одним из наиболее хорошо сохранившихся из всех архаических человеческих окаменелостей среднего плейстоцена. Его обладатель жил во времена, когда уже жили неандертальцы, денисовцы и эволюционировали ранние сапиенсы. Череп довольно крупный по размеру, а его отличительное сочетание черств вода черепа и лица отличает его от сапиенсов с неандертальцами, а также от более ранних видов гейдербергского радезийского человека. Вместо этого хомо-лонги демонстрируют наибольшее сходство с китайскими окаменелостями среднего плейстоцена, такими как Дали, Хоуа-Лундун и Чинью-Шань, что подтверждается и филогенетическими анализами, которые группируют эти окаменелости вместе как часть сестринской группы к сапиенсам. Но анализ также предполагает потенциальную связь между харбинским черепом и нижней челюстью сяхэ, приписываемой денисовцу. Поэтому вполне возможно, что по поводу названия денисовцев в скором времени можно ожидать споры, но это скорее всего после новых находок. Помимо прочего, северное расположение харбина также имеет значение для адаптивных способностей человека в среднем плейстоцене, поскольку даже в нынешнее межледниковье в этом регионе зимние температуры в среднем составляют более 16 градусов ниже нуля. Судя по размеру черепа, сам человек был довольно крупным, что указывает на физическую адаптацию к таким условиям. Сосуществование нескольких линий хомо в течение среднего и позднего плейстоцина в Азии, вероятно, связано с ее разнообразной палеосредой от пустыни Гоби, тропических лесов и прибрежных равнин до Тибетского Нагорья, что создало разнообразную биогеографическую основу для эволюции людей. Однако не только в Восточной Азии кипела жизнь. Как и упомянул в начале статьи, авторы другой работы обнаружили свидетельство сосуществования ранее неизвестной архаической популяции людей на территории современного Израиля, недалеко от Тель-Авива. Находку в карстовой впадине стоянки на Шер-Рам-Ла, которую невозможно отнести к какому-либо известному виду датировали от 140 до 120 тысяч лет. А всесторонний качественный и количественный анализ теменных костей, нижней челюсти и второго нижнего маляра показал, что эта группа людей характеризуется отличительной комбинацией неандертальских и архаичных черт. Авторы работы предполагают, что эти образцы представляют собой поздних выживших в Юго-Западной Азии представителей архаичной популяции людей, появившейся ещё около 400 тысяч лет назад и которая, скорее всего, участвовала в эволюции людей среднего плейстоцена в Европе и Восточной Азии. Комплексы каменных орудий, образцы фауны и другие данные о поведении и окружающей среде, связанные с обитателями стоянки, показывают, что эти древние люди полностью освоили технологии, которые до недавнего времени были связаны либо с Homo sapiens либо с неандертальцами. Человек, названный Homo Nashor Ramla, был умелым охотником на мелкую и крупную дичь, использовал дрова в качестве топлива, готовил и запекал мясо и поддерживал огонь. Находки из Израиля обеспечивают археологическое подтверждение культурным взаимодействиям между различными человеческими линиями в период среднего палеолита, предполагая, что к этому времени уже произошло смешение между различными линиями рода людей среднего плейстоцена и сапиенсами. Но в целом находки из Западной и Восточной Азии демонстрируют, насколько сложными и разнообразными были эволюционные процессы в прошлом. А я в свою очередь благодарю за то, что досмотрели до конца и буду рад адекватным комментариям. И как обычно хорошего вам настроения и до новых выпусков.